Чувашская сказка. Деньги. Да вот не знаем, по какой дороге лучше идти, чтобы в город поскорее попасть. Короче будет, ребята, если вы пойдете прямо, ответил старик. Но там, в лесу, вам встретится большущий змей. Он лежит прямо у дороги. Так что я бы не советовал вам идти этим путем. А вот та дорога, хоть и будет немного подлиннее, но зато, если по ней пойдете, худого не встретите. Значит, ты не советуешь идти прямо? Переспросили бурлаки. Да, змей может погубить вас, подтвердил старик. Как же нам поступить? Сами про себя спросили бурлаки. Кого нужно гонить, того никто не тронет, сказал один. Кто гибнет от горькой жизни, тому бояться нечего. Хуже не будет, сказал другой. Пошли ребята прямиком. И все двинулись по прямой дороге. Дошли бурлаки до леса, но никакого змея не встретили. Вместо змея они увидели у самой дороги сваленный буря и старый дуб с огромным дублом, полным золотом. Эгэ, обмануть нас хотел, старикашка, воскликнули бурлаки. Небось сам зарился на это богатство. Теперь оно наше, и мы его поделим поровну. Тут же, не откладывая, приступили к дележу. Разложили золото на 12 кучек. Как теперь это добро домой доставить? Вот вопрос, сказал кто-то. А не сделать ли так, отозвался другой. Шестеро из нас пойдут домой за лошадьми, а шестеро останутся здесь караулить. Все согласились с этим, и шестеро отправились за лошадьми, а шестеро остались сохранять клад. Те шесть, что пошли в свои деревни, по дороге думали, думали, да и надумали. Как придем домой, испечем по лепешке с отравой, вернемся в лес на лошадях, угостим сторожей лепешками, и их доля золота достанется нам. У оставшихся караулить клад тоже было время подумать. А они, в свою очередь, надумали. Пусть только они придут. К их приезду мы закатываем хорошие дубины, и как только погрузим золото, убьем их, и доля их золота достанется нам. Много ли, мало ли, прошло времени. Приехали шестеро на лошадях, и принялись оставшихся в лесу угощать лепешками. Поешьте, поди проголодались. Спасибо за угощение, ответили караульщики, принимая гостиницу. Но давайте сначала погрузим золото. Дружно нагрузили подводы, а как только работу закончили, караульщики перебили дубинами своих приезжих на лошадях товарищей. Ну а теперь можно приняться и за лепешки. Похоронив убитых, сказали оставшиеся в живых. Съели они лепешки и разделили участь своих товарищей. Так сбылось предсказание умного старика. Продолжение следует... Продолжение следует...